Всем привет! Сегодня на канале Лавка Орка мы познакомимся с классикой готовых наборов от компании Corvus Belly для различных фракций для игровой системы Infinity. И сегодня у нас в гостях Панокеане Military Orders 300 Points Pack. Готовый набор, с помощью которого любой игрок может вот взять прям его и начать играть за одну из самых крутейших и атмосферных фракций в мире Infinity. Это Military Orders. Военные ордена для Панокеанской Христианской Церкви. Давайте же познакомимся с ними поближе. Во главе этого рыцарского воинства у нас стоит Жанна Д'Арк. Да, вы не ослышались, это именно та самая Жанна Д'Арк. Это искусственный интеллект, который был воссоздан Олефом для рыцарских орденов Панокеании. И теперь новая Жанна Д'Арк является воинским лидером как раз для всей этой фракции, направляя свой праведный гнев против врагов Панокеании. У меня Дюры две головы, две версии головы. Одна такая более сдержанная, монашеская, а вторая, самое что у нее есть, героическая, с развивающимися волосами, замечательный меч у нее с надписью на латыни, Бенедикта. Ой, какая красота с обеих сторон. У нее мультивинтовка и АП-ЦЦВ, бронебойное рукопашное оружие, и при этом она давит Умбру из комбайнд армии, одного из главных врагов как раз Панокеании и вообще всей сферы человечества, показывая, что побеждает самых сильных противников. Следующим на очереди у нас идет Блэк Фриар. Это местная контрразведка, идеально подходящая для выявления всяческих как корпоративных, так и в принципе врагов человечества. У него тоже мультивинтовка, альбедо у него есть, это свойство, которое позволяет ему скрываться от всяческих снайперов. Меч замечательный, красивый. Какой же рыцарь без меча? Рюксачок с всякими полезными приспособлениями. В общем, очень красивый рыцарь, готов нести возмездие во имя Панокеании. Дальше у нас Круссейдер Брэсон с мультивинтовкой. Вообще, вы видите, да, что мультивинтовка как одно из самых сильных распространенных оружий среди элиты всей Панокеании, как раз среди рыцарей. Очень мощное в их руках, умелых, я бы сказал, руках оружие. И с легким огнеметом. Это десантник рыцарей. Вот как раз его такая красивая поза отражает этот момент. То, что он приземляется в тылу у противника и с помощью своего смертоносного оружия несет хаос и панику. Такие замечательные крылышки. Задняя броня. Влетит, приземляется. Наносит добро и причиняет пользу. Вспомогательные силы в рыцарских орденах исполняют у нас как раз ордер сержанты. Это легкие пехотинцы, которые еще находятся в рангах оруженосцев, еще пока они не готовы получить рыцарский чин, но могут быть полезными в бою и выполняют всякие вспомогательные функции. Вот у них такие головы. Совершенно характерные для Панокеании рожки. Это базовый пехотинец с комби-винтовкой. И с ним вместе работает аукс-бот с огнеметом. Вот такой вот ботик замечательный. Он ездит вместе с ним, по правилу синхронайз. И жжет противников на близком расстоянии. Другой же такой ордер сержант исполняет роль хакера в этой армии. У него тоже комби-винтовка. Такие же рожечки. И характерный жест пальцами он делает, показывая, что он хакер. И третий боец этого же звания несет тяжелый ракетомет. Если эти две дамы, очевидно, по броне видно, то здесь это мужчина как раз с тяжелым вооружением. Вот такой ракетомет у него, рюкзачок, ну и ушки в комплекте, естественно. Рабочие же лошадки рыцарских орденов в этом наборе это госпитальеры. Их в этом наборе целых четыре. И они самые крутые воины, как раз которые составляют основу фаер-тим для Жанны, которая возглавляет этот ударный отряд. Очень-очень тяжело вооруженные бойцы. Сложно их убить, у них по две жизни. Высокая броня, хорошее вооружение. Ну и выглядит очень здорово, конечно. Очень массивно. Гаспитальеры, как и по истории, они рыцари-лекари. Поэтому, если вы кого-то подраните, совсем не факт, что он помрет окончательно. Поэтому не стесняйтесь добивать этих красавцев в развивающихся робах и плащах. Вот такой вот рыцарь с дробовиком госпитальер. Такой замечательный. И не менее замечательный гаспитальер Парамедик, очевидно, чтобы вам не такие-то видно. С мечом. На мече тоже надписи, естественно. Такая красота. Красить очень здорово, кстати, такие мечи. Потому что красить общий цвет проливаете, и цифры, и буквы на мече оттеняются. Получается очень и очень красиво. И еще два бойца из ордена госпитальеров. Один. Это вот как раз снаряжение дополнительное. Рожки-ушки характерные на всех. Вот. Один из них идет с пулеметом. Вот. Пулемет. Heavy Machine Gun. Вооружается. А второй в одной руке держит ножны, а в другой меч. Тоже с надписью. Красиво. Традиционно. Позы, конечно, здесь очень такие динамичные, горделивые. Одно удовольствие такими играть. Держит меч, держит ножны. Головы с визорами. Красите в красный, и прям получатся такие терминаторы. В общем-то, убить их точно так же сложно. Госпитальеры цвет рыцарства. Итак, если вы с детства мечтали сражаться на рыцарских турнирах, а вот осознание крутости этих мужчин в кибердоспехах у вас темнеет в глазах, то этот набор точно для вас. Миниатюры выполнены в прекрасном стиле, очень динамичные позиции, прекрасная детализация, одни надписи на мечах чего стоят. В общем, если вы хотите ворваться в волшебный мир Infinity с помощью самого атмосферного, наверное, блока, который только может быть, то этот набор идеально для вас подойдет. Ну что же, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Для нас очень важна обратная связь, потому что мы делаем все это для вас, для наших любимых зрителей. И до встречи на канале Лавка Орка!